Всем привет! Вы на канале Дифи. Поставьте этому ролику обязательно сразу такой лайкусик. Также, кто не подписан, обязательно нажмите на красную кнопочку. Ссылка на ТГ в описании. Ну а в этом ролике мы прокачаем копейку. Куда мы будем прокачивать, как мы будем прокачивать, вы узнаете чуть позже. А пока я хочу сказать, что на моем канале Дифи вышел ролик, в котором я рассказал, какие проекты я хочу сделать. Так что, кто не видел, можете перейти вот по подсказке и посмотреть. Но, как я и сказал, мы сегодня прокачаем копейку. Почему не Бэху? Потому что пока не хватает турнирки, чтобы купить Мерс и взять оттуда движок. Да, как бы странно ни звучало, в Бэху запихну мотор от Мерса. Но это будет чуть-чуть попозже, думаю, через недельку. А сегодня пора прокачивать копейку. Да, у меня список желаний очень странный и странный автомобиль, который я хочу сделать. Но, тем не менее, копейка в уличном должна быть. Так как копейка, я считаю, это вообще раритет игры. И если брать А-класс, то данная тачка выделяется среди всего класса больше всех. То есть, я бы ее только и брал, если рассматривал А-класс. Ну, еще бы я хотел взять бы троечку, но троечки в игре нету, так что пришлось брать копейку. Движок мы ставим, как всегда, топовый от ВФТС. Он у нас дает тачке 151 лошадиную силу на тонну. Но, я думаю, после свапа пару лошадок уберется. Насчет привода. Привод, как всегда, 70 на 30. Он считается топовым. Полный привод всегда лучше, чем задний, если брать или передний. То есть, полный ставим. Дальше что? Заднюю ступицу установим. И все остальные детали в круг. Деталей 100% хватит. Как насчет электроники предохранителей, не в курсе. Так как я сегодня перед роликом мучительно долго пытался выбить нужный мне предохранитель. И потратил на это 1500 баксов. Сейчас ящики на рынке стоят по 140. И я просто не мог. Я покупал этот ящик. Смотрю, как баксы уходят. А выпадает один и тот же самый предохранитель. Чтобы вы понимали, мне выпало 6 оранжевых предохранителей. Ладно, не буду жаловаться. Это сейчас так, наверное, у всех. Осталось поставить еще две детальки. Это передний вал. И еще, наверное, переднюю опору. Опору? Нет, передняя ступица. Я запутался. Так, теперь переходим к сборке электроники. Но хочу вас спросить. Вы заметили, что тут два разных тормозных диска? С чем это связано? Кто знает, напишите в комменты. А мы возвращаемся к тому, что я установил уже два предохранителя. Осталось еще три. Это вообще делается налегке. И сейчас уже будет готова копеечка. То есть уже свап закончится. То есть совершится. Все. Последний предохранитель. Устанавливаем, выходим. И машина готова. Копейка в А уличном с мотором от ВФТС на 149 лошадок. Вот такие вот у него характеристики. Кому интересно, тапните на паузу и посмотрите. Ну и как всегда, тестовый заезд после свапа. Время, которое показало автомобиль, это 28 секунд 31 сотая. Но к концу ролика, конечно, время улучшится в разы. Теперь что? Теперь надо, наверное, установить сразу же сбалансировку. Так как я иногда об этом забываю. И пока не забыл, поставим. Развесовка у нас 58 на 42, 200 коронок отлетело. Все, топовая развесовка стоит. И про развесовку можно забыть. После я, кстати, пошел, пытался выбить номер какой-то интересный. Не смог и поменял номера с ВФТС на копейку. В принципе, уже ВФТС мне не интересен. И как только появится купон перепаковки, у меня я его перепакую. Или же, наверное, перепакую то, что будет мне выгодно перепаковать. Это либо ВФТС, либо Лада Приора Спорт. Теперь надо определиться, с чего мы начнем прокачку. С, допустим, двигателя или с турбо. Возможно, с подвески, выхлопа или же кузова. Я думаю, надо начать с турбо. Мы давненько не начинали прокачку с турбо. И сразу же установим сюда, наверное, визгейт. Визгейт за 150 баксов. И поставим, наверное, самые топы турбинки. Да, у меня баксов, наверное, на всю прокачку не хватит. А монет так тем более. Но попробую выжать максимум из этого выпуска. Одна турбинка уже есть. Осталась еще одна. Как видите, цены на турбинки у меня не поменялись. Вы многие спрашиваете, почему. Сразу же скажу, что играю я на ее сплатформе. А здесь обнова еще не вышла. И цены не изменились. Обнова уже не выходит целый месяц. Так что, да, обидно. Уже три обновы не вышло на платформе iOS. С чем это связано, не могу сказать. Но обидно, так как хочется радовать вас новым контентом на новых версиях игры. Но пока играю на старой. Так, я установил все детали, которые я хотел. Наверное, я воздушный фильтр мы установим чуть позже. Теперь по подвеске. Какие колеса сюда ставить? Ну, не знаю. Надо посмотреть, что стоит на VFTS. Вы, наверное, спросите, зачем смотреть, что стоит на VFTS, если это копейка. Ну, все связано с тем, что это класс. И зачастую все автомобили в этом классе собираются одинаково. У нас стоит сзади 14-й радиус, а спереди 13-й. Предлагаю поставить на копейку, посмотреть, как на ней это сейчас будет смотреться. А вы в комментариях напишите, какой радиус должен быть в свапе на копейке. Так как копейку раньше все собирали, сейчас копейка уходит в прошлое. Мало у кого на аккаунте можно найти прокачанную копейку. Но у меня будет. Теперь устанавливаем сзади 14-го радиуса диски. Ну, вот давайте вот эти вот за 15 баксов. Наверное, поставим так, как остальные мне не очень нравится, как они выглядят. Да, кстати, новых дисок тут тоже нет. А я их давно ждал, хотел поставить. Но диски тоже не добавили. Могли бы просто через сервер загрузить диски. Это не так тяжело, я думаю. Дальше что? Спереди ставлю 13-го радиуса. И теперь надо, наверное, накинуть слики. Сзади 14-го, у меня, кстати, уже есть два купленных. Наверное, я под этот проект покупал. А может какой-то другой, не знаю. Этот давайте продадим, так как у нас спереди 13-го радиуса будут стоять колеса. И поставим, да, колеса за 13-го радиуса. Короче, ставим слики за 67 тысяч 13-го радиуса. Вот так. Теперь, наверное, будем ставить пружинки. Так как хочется настроить полностью подвеску. Пневмоподвеску тоже установим, чтобы настроить вот все, что можно в пункте подвеска. После пружин я предлагаю поставить стойки, да. Насчет тормозных колодок дисков надо подумать. Возможно, установим тормозные колодки, а диски уже оставим на вторую часть. Так, две стойки я уже установил. И ставим пневмоподвеску. То есть, теперь мы пункт подвески можем настроить полностью. Пневмоподвеску я поставил за 300 турнирок. Не хотелось бы тратить турнирки, так как, чтобы снять данный ролик, я купил Audi Quattro 80. Взял туда движок, продал его и за эти деньги купил движок для данной тачки. И турнирки у меня теперь, наверное, вообще нету. Придется заново копить на MERS, чтобы сделать ролик про Бэху. Также, переходим и устанавливаем все облегчения, что возможно. Сейчас возможно установить кузов, капот, крышу и что, и багажник. Но, я думаю, в будущем как-то будут изменять, редизайнить, короче, кузов, ячейку. Так как, я думаю, добавятся какие-то новые элементы. Но, возможно, это лишь мои догадки. Теперь что, по обвесам. Обвесы я хочу поставить фендеры, так как обвесы в спорт, темнее и в стрите не заходят. Напишите, можно ли на копейку ставить вот так вот нагло фендер, вместо каких-то обычных спортовских бамперов или стрит бампера. Или же нельзя так делать. И, наверное, придется убрать полностью порог. То есть, не будет у нас порогов. Хотя, возможно, он нужен, я не знаю. Обычно это уменьшает сопротивление автомобиля. Точнее, увеличит его сопротивление. И без обвесов плохо тачка начинает ехать. С ними, короче, получше. Если нельзя так делать, напишите в комментах. Я уберу и поставлю те, что нужно, обвесы, которые вы напишите. Куда же без полок. Обязательно устанавливаем полки. За 18 тысяч это самые большие полки, которые есть в игре. И вообще, колесо, я не понимаю, как в ту арку залазит. Смотрится, конечно, дико. Но пока пусть будет так. Я думаю, вот так полка скроет вот это вот огромное колесо. И теперь у нас не огромное колесо, а огромная полка. И спереди, наверное, тоже. За 18 тысяч поставим большую полку. И посмотрим, как оно смотрится. Ну, в принципе, смотрится неплохо. После я отправился, поискал винил на копейку. Некоторые были прикольные, некоторые мне заходили. Но в итоге я выбрал винил, который вообще, по факту, самый обычный. Но он мне чем-то зацепил. Он мне понравился. Обычный, такой, без никаких наворотов, наляпан. Короче, вот такой винил я установил. Накинул также тонировочку. И тачка смотрится бомбически. Потом я захотел установить коробку, поставил четырехступенчатую. Но вообще, тут должна стоять 3,7 пятиступка. В следующей серии я эту коробку заменю на пятиступку. Также я прокачал чип и установил чип. Чип я установил за 81 тысячу, так как только он подходит под данный класс автомобиля. За 520 тысяч нам чип дает меньше пиковых лошадок и пикового момента. Так что выбор был очевиден. Да и баксы не хотел сильно тратить. Я даже рад был тому, что установил чип за монеты. После этого я отправился и решил прокачать выхлоп. Выхлоп я установил, как всегда, стандарт. Это баночка за 250 баксов. Многие спрашивают, почему я не ставлю какие-то навороченные. Ну, во-первых, потому что они навороченные. Во-вторых, они смотрятся непривлекательно. Мне не нравится, а вот обычная баночка смотрится четко. Да, еще под такой винильчик она вообще идеально заходит. Также установил паук и пламя гасителей. То есть выхлоп был собран и он давал бонус комплект 5 ньютонометров. Выбрал позицию глушителя, чтобы он вот так чуть-чуть торчал. И получается турбо мы закончим тоже. И чтобы к нему не возвращаться, как и выхлопу, устанавливаем сюда воздушный фильтр за 380 баксов. Две ячейки готовы. Осталось дособирать, наверное, вот подвеску. Но сегодня еще решил, что, наверное, стоит поставить все-таки тормозные колодки, так как они нам помогут тормозить. Добавят нам... Ну, ничего не нам не добавят. Они добавят максимум это зацеп. Но просто тачка станет лучше тормозить. Получается, в следующей серии надо будет докачать движок, подвеску и кузов. В этой серии мы, наверное, еще поставим вот радиатор, так как радиатор надо, чтобы тачка охлаждалась. Без радиатора никуда. 230 баксов еще минус. И, в принципе, я считаю, что на данном моменте можно закончить прокачку данного автомобиля. Вообще, посмотреть на него, как он едет, поднастроить. А в следующей серии мы его докачаем и доподнастраиваем, так как после прокачки всегда меняются характеристики автомобиля. Соответственно, надо менять и настройку. По настройке все, короче. И, как я и говорил, сейчас я настрою чуть-чуть автомобиль. Эти моменты я на монтаже обязательно ускорю, перезапишу звук. В общем, вот такие характеристики. Еще что хочу сказать. Если вы знаете, как можно улучшить мой контент и хотите дать какой-то совет, напишите его в комментах. Так как да, иногда бывает, что я пишу ролик без сценария. И тогда тяжело как-то на ходу что-то придумывать. Такое, конечно, редко бывает. Но все же такое бывает. В общем, еще что я сделал. Я продал некоторые детали с Нивы. Снял, так как Нива скоро отлетит. И будет новая тачка для испытаний. Покатал босса еще. Для чего, вы спросите? Для того, чтобы получить немножко чертежей и монеты. И поднастроить автомобиль. Так как, чтобы настроить чипы и колеса, надо прокачать детали, точнее чертежи до синего. В общем, слишком много в общем в этом ролике. Наверное, надо убрать это слово из ролика. Также я забрал награду за турнир. Кто-то добил босса, пока я бил другого босса. И решил, что можно попробовать рискнуть и открыть один синий ящичек. Может быть, что-то выпадет. Но, когда я его открыл, я сильно не обрадовался. Так как, выпал обычный фиолетовый чертеж, который стоит 4000 монет. То есть, я где-то 100 баксов поменял на 4000 монет. Не круто. Короче, закупился потом чертежами, как хотел. Обвинял некоторые. Прокачал то, что смог. Насколько хватилось чертежей, настолько и прокачал. Настроил угол опережения зажигания. Настроил давление в шинах. Вообще, начал настраивать давление в шинах. Подумал, что у меня задний привод. Начал качать переднее колесо. Потом одумался и, короче, настроил нормально. Потом еще раскатнул босса, чтобы еще получить монеты и настроить дина стенд. Дина стенд настроил нормально. Настроил, настраивал чип. Короче, поигрался, побаловался. И настроенная я считал, что она была. Если подводить итог ролика, то потратил я около 5000 баксов. Если не брать затраты на детали для свапа, на предохранители, не брать чертежи, то где-то около 5000 баксов и 400 монет. Когда я начал делать тестовый заезд, он меня очень порадовал тем, что тачка ехала довольно бодро. Да, после третьей передачи набирать скорость она уже не хотела. Но все же, результат был налицо. После прокачки у нас было 14 секунд, 81 сотая. Это 804 метра. Скорость у нас в финише 279 км в час. И мы, получается, прокачали автомобиль так, что он улучшил свое время в два раза. Скорость тоже увеличилась в два раза. И на этом, я считаю, что пора подвести итоги ролика. С вас лайк, подписка, ссылка на ТГ, напоминаю, в описании. Вторая часть про эту тачку выйдет совсем скоро. Все идеи для роликов или просто хотите пообщаться, пишите в комментах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok